На сегодняшний день в нашем современном обществе существует такая проблема. Дети очень далеко отходят от природы и понимание того, что же можно делать на природе и чем можно заняться. Так вот, сегодня мы захотели вывести деток, показать им, что можно делать на природе, как можно развлекаться и получить массу удовольствия и не только, а и приобрести новые навыки. Сегодня наши детки были участниками различных программ, которые эко-парк им предоставил. От простого развлечения на входе самого эко-парка до знакомства с животными, которые очень благотворно влияют на состояние любого человека и ребенка в том числе. Как я видела такого ягуара черного, он так быстро и смешленно бегал, мне он так понравился. Я люблю животных, мне понравилось очень, мне все понравилось. Они приятные, они успокоить могут в трудную минуту. Можно погладить, например, голуби, кошечку можно погладить, она помурчит и успокоит тебя. На самом деле реабилитация под собой подразумевает, это очень широкий термин. И в первую очередь реабилитация — это не только нашего физического тела, но также нашей души, нашего сознания, наших мыслей. То, что позволяет нам отвлечься от каждодневных проблем, то, что позволяет нам научиться расслабляться, получить удовольствие от жизни, отдыхать, успокаиваться. И эту возможность в полной мере осуществляет Фельдман Экопарк, потому что здесь располагает к реабилитации души и тела все. Мы только заходим на территорию, это атмосфера природы, леса, пение птиц, животные, которые окружают нас, люди, дети, семьи, родители. Отвлекаются от проблем, которые остались там, за пределом Экопарка. Они начинают, становятся более восприимчивы к красоте природы. Благодаря тому, что на территории Экопарка работают и аниматоры, и возможные качели, развлечения для детей. Это позволяет нам слышать детский смех, увидеть их радость, чувствовать их беззаботность. То, что мы действительно приносим удовольствие, это реабилитация, опять же, души и тела человека. Редактор субтитров А.Семкин